всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сейчас я нахожусь почти на вершине горы на которой располагается урбанизация кумбре дель соль и здесь я хочу вам рассказать а вернее показать интервью с володе который вы прекрасно знаете всем привет ну расскажи как ты дошел до жизни такой он мне очень повезло с родителями начале родители меня отправили в сша учиться аппарата в каком возрасте ну 10 класса я начал ездить а потом я уехал в мадрид учиться на экономиста управление компаниями новый бей вот ну а дальше я учился также валенсии на финансы и кредит портфельный менеджмент банковское дело вот но поработав в этой области буквально недолго там два года я очень разочаровался мне стало грустно потому что много работы много денег вокруг тебя вьется а никакого удовлетворения то есть ничего ты не создаешь в этом мире покупаешь продаешь фигня короче говоря хотелось что-то созданы своими руками да я такой человек творческий люблю чтобы ну что-то вот было какое-то видно да помимо денег деньги же не самое важное в жизни правильно ну некоторые так не думают ну короче говоря закончилось все тем что еще у моего папы была мечта домик на море и вот он долго искал где ему обосноваться и совершенно принял правильное решение вот в нашем месте место нашей местности найти домик ну и в какой-то момент домик построили но построили в строительный бум в кризис очень некачественно и нам пришлось его практически перестраивать с фундамента в начале я занимался этим в свободное от работы время просто помогал ну а потом то есть я правильно понимаю что ты сам мастерком вооружился стены я просто помогал управление прорабствовал да прорабствовал никто этого не избежал я тоже столько наремонтировал на руководству ремонтах всякого съемного жилья и несъемного прекрасно понимаю да ну и закончилось все тем что у меня ко мне начали обращаться соседи потому что мне удалось добиться очень хороших скидок на материалы с рабочими договариваться очень эффективно организовывать работы эффективно но не зря все же учился на управление компаниями к рукоприкладству прибегал при договаривании с рабочими море рядом зачем руку по и красоту ну и закончилось все тем что я начал потихонечку строить там гаражи и помелочи ремонты всякие потому что практически все жилье построенное здесь во времена строительного бума нуждается в ремонте таком некоторых случаях капитальным могу себе представить 80 процентов я бы сказал ко мне приехали друзья и начали меня просить подопрыскать им жилье ну и я начал заодно заниматься и продаж за одним другом потянулся 2 3 я начал прямо активно работать в этом направлении обычно как делал вначале я находил людям дом потом я его ремонтировал вот ну а когда стукнули сложные времена рубль очень сильно упал то я начал еще и сдавать эти дома потому что люди подумали что почему бы немножко не зарабатывать или помогать друзьям людей людей как раз люди зарабатывают небольшой процент со своей недвижимости примерно в районе 4 там 3-4 процентов годовых да то есть можно за от стоимости можно зарабатывать но это я считаю за вычетом всех расходов на что я в услуги которые я предоставляю включена там небольшой ремонтик там если нужно что-то сделать да ты можешь связаться с друзьями где с ними договорено что можем приехать и мы немного поснимать просто показать вот тех пор мы не будем выкладывать паспортные данные владельцев и указывать адреса можем посмотреть отлично ну чего давай тогда прокатимся просто чтобы понимать на что можно рассчитывать да поехали итак мы подъехали к первому объекту это давайте пройдем внутрь до выпала покажет на молоде все да да пойдем вот мы входим в дом вот мы заходим и сразу же прямо по курсу на самое важное место это кухня значит кухня с прекрасным видом холодильник дальше у нас есть прекрасная гостиная и спальня с санузлом ну и место где больше всего проводит времени обеденная терраса у меня прекрасным столом вид даже видео доложу совершит это совершенно совершенно офигительный сдается мне что здесь живут миллионер зимой у нас ветра бывают поэтому терраса застеклена и стекло может быстро убираться если слишком жарко летом и хочется ветерка такая вот система так что еще здесь на террасе можно жарить барбекю прямо не отходя от кассы можно вот так вот загорать как это делает сейчас дмитрий да еще мы сейчас спустимся здесь есть отдельный вход отдельный этаж который строил уже я дополнительно вот мы сейчас туда спустимся и посмотрим да еще в доме присутствует на верхнем этаже две спальни также есть еще одна спальня на верхнем этаже шикарный 12 метровый бассейн которым реально можно плавать в отличие от большинства мелких бассейнов свежа водичка да наверное 8 думаю что 12 симпатичнее здесь вообще надо сказать жилье вот именно в этой урбанизации здесь у нас прямо полноценная квартира для второй семьи самое важное место кухня далее облицованная мрамором ванная с двойными раковинами стиральной машины шикарной большой ванной биде туалет я слышу в своих словах гордость строитель за свой труд конечно здесь у нас спаленка с шкафом свежным и можно даже увидеть там внизу дальше кладовочка которая специально построена для хранения вещей хозяев да кстати а летом на две недели такая фишка хозяева чтобы все барахло постоянно не возить в россию и они оставляют какое-то большое помещение и даже ряд шкафов на них вешают замки и туда уезжая из этого дома перекладывают все свое барахло то которые хотят чтобы квартира съемщики или дома съемщики трогали так точно ну и здесь еще одна спаленка еще одна спаленка с кроватями и гардеробной даже отдельной своей сколько получается в этом спальных мест всего 10 учитывая диван в гостиной все вопросы по стоимости лучше обращаться к сайту потому что цены периодически меняются если хозяева хотят получать больше денег или меньше больше сдавать поэтому надо смотреть прямо на сайт слушай ну я прекрасно понимаю что ты не будешь когда конкретно вот это жилье сейчас уже через этот самый через канал youtube сдавать просто для ориентировки хотя бы плюс-минус порядок ну в такого вот на 10 человек вот такой вот но дом с бассейном там июль июля август будет где-то 2000 евро в неделю 200 евро на человека получается да за неделю до в в июне где-то 1500 тысяча в неделю в зависимости от количества людей зависимости от того на какой срок вы берете зависимости от того берете вы например я все дома сдаю обязательно с уборкой ну чтобы одновременно присматривать за домом то есть уборщица она приходит убирает вам классно вы как в отеле живете у вас раз в неделю сменяются все наволочки из полотенца все моют там кухни и так далее и одновременно мы знаем что дома все в порядке видео я вообще англичане почему-то молодые этим делом отличаются пьют как не в себя вообще так бардак устраивает это я вообще не знаю что за англичане как можете самых бедных районов англии мужа чаще и из ирландии которые живут по 20 человек в кону 6 квадратных метров такой бардак устраивает ну вот мое любимое место это бассейн бассейн моя личная гордость все собственноручно строил проектировал и здесь сделана система автоматического очистки бассейна то сама чистит там вот есть такие внизу форсунки которые под большим давлением чистить все стенки ну и насос автоматически это все прочищает через фильтр бассейн длинный он 12 с половиной метров не можно полноценно плавать практически только в самых дорогущих виллах здесь которые стоят по полтора два миллиона можно найти вот такой бассейн здесь дом покупали где-то за 230 240 сейчас не помню . 235 тысяч с налогами а потом вложили в него еще где-то 120 тысяч евро до 2 квартиру снизу все вот эти террасы косметический ремонт сверху и бассейн на все полноценно ну ладно чё вторую второй объект да сейчас мы поедем еще на один объект мы кстати вот отсюда можно посмотреть где мы были вот там вот на верхушке горы прямо там на самой вершине да вон там видите вот этот самый торчит кран этот кран увидели он чуть выше чуть левее да вот мы сейчас поедем туда смотреть еще одни к одну квартиру которые люди купили прямо там она подорожка дешевле она дешевле два раза ну не в два чуть меньше итак мы подъехали ко второму объекту для меня это был самый первый объект он где-то там внизу поэтому пойдем значит посмотрим сразу же справа находится бассейн где можно купаться для жильцов это его турбанизации доступ только для жильцов поэтому ворота решетки вот на весь вот этот блок таких бассейнов всего 8 и здесь целых два один выше другой дешевле можно плавать с прекрасным видом далее здесь еще и туалет это тоже туалет для тех кто пришел к бассейну ну потому что не все люди так так повезло и не у всех у них сразу же за дом прямо за дверью находится бассейн у некоторым приходится эти метров там 100 до бассейна какой ужасно так смотрели какая вечерние часы позволю себе личный бакал пива здесь нужно очень аккуратно ходить да так здесь маленькая кладовочка ну вот маленькая квартирка здесь ванная вот сразу же переходим самое важное место кухню и столовая с гостиной вместе и две спальни вот одна да и 2 сразу же здесь прекрасный вид на бассейн а здесь причина по которой эта квартира в общем и стоит в районе 125 130 тысяч этот прекрасный вид панорамный на море 180 градусов мы сейчас еще облетим на дроне и там покажем более классные конечно а я так понял что эта квартира не сдается а ты можешь сориентировать хотя бы близить на по ценам ну сколько стоит снять летом вот где-то такую квартиру 500 500-600 евро в неделю в июле и августе соответственно вне сезона это дешевле полтора два раза дешевле то есть в июле и августе здесь 4 2 спальных кровати по два спальных места и на такой мы диван еще раскладывают да диван раскладывается но рассчитывайте на 4 спальных места 5 максимум то есть вот смотрите на 4 5 человек 550 600 евро то есть получается опять же грубо там 125 100 125 евро на человека в месяц в пик сезон это понимаю да да а если в июне в месяц в неделю в неделю до в неделю а если в июне там или сентябре то дешевле да безусловно самое интересное здесь мы самое любимое время это сентябрь октябрь ноябрь море теплое воздух теплый 25-28 градусов и нет такого количества огромного людей и цены цены просто замечательные если у кого-то есть возможность работать например какой-то удаленно да скажем так и взять отпуск на сентябрь октябрь ноябрь например года из такая возможность то вот лучше ничего не придумаешь кроме как взять и уехать вот в испанию на 23 месяца со всей семьей да то есть знаете 23 месяца если снимать на долгий срок можно договориться на выгодные условия да то есть и вообще никаких проблем каждое утро выходишь вот купаешься в бассейне вот у меня мой папа закрывает купальный сезон в конце ноября обычно ты море он плавает в море по полтора часа у него такой заплыв каждый день суши когда мы с тобой поохотимся здесь кстати говоря подводная охота в кармалак это здесь это вот вот так вот там у нас каламарай а вот вот там вместо мы туда кстати говоря может быть сейчас даже доедем пляж классный там подводная охота и пора за да еще там снимают рекламу он очень живописный поэтому он является таким очень ну знаменитым здесь место давайте да обязательно сегодняшний кадр из брона который вы видите это сняты на дрон володин так что мы там чем-нибудь поснимаем сейчас обязательно ну что поехали в кармала итак мы подъехали к пляжу который называется каламарайк каламарайк да вот он смотрите а это самая каламарайк это самая пещера она у нас за спиной давайте пройдем-то и покажем почему нас такая сейчас конечно воздух немного очистился но в летнее время здесь пахнет куалетом потому что нетерпеливые товарищи используют это место не по прямому незначению вот здесь вот надо сказать здесь погружаются вот в этом в этой пещере здесь видна пещера в нее можно погружаться и выход находится где-то в 30 метрах сюда погружаются аквалангисты и выплывают уже в море а также здесь бьет подземная река которая ну тоже стоять пещеру длиной более километра там с небольшим вот и там особенная флора и фауна потому что там смешивается вода морская с пресной водой и также оттуда идет большое количество кальция вымывается поэтому вода здесь в море с повышенным придержанием кальция и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Володя обещался показать еще одно жилье, дорогое, как он сказал, но об этом в следующем выпуске. Спасибо за компанию. Всем пока!